Бокер Тов. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня 38 день Амера. Мы начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы. Беху Катай. И в ней Зевр Генух разбирается заповедь, говорящая, что человек хочет посвятить душу по оценке, то оценка за мужчину в возрасте от 20 до 60 лет будет 50 шекелей. А если это женщина, то 30 шекелей. А если это мужчина до 20 лет, то оценка 20 шекелей, а женщине 10 шекелей. А если это ребенок маленький, то за мальчика 5 шекелей с девочкой, 3 шекеля. И если человек старше 60 лет, оценка мужчины 15 шекелей, женщины 10 шекелей. И что это такое за заповедь? Значит, человек хочет за себя помолиться. Он говорит, что дает 50 шекелей взрослый мужчина. И он обязан их пересекойну в храм. И тогда его молитва будет услышана в данном случае. Что это такое вообще? Это же небольшая сумма, около 50, чтобы спасти душу, вообще исцелиться. Но на самом деле, как пишет Тора, что такое 50 шекелей. Тем более пишется, что шекелей священных. Священный шекель в два раза больше обычного шекеля. То мы знаем, что стоимость раба 30 шекелей. Тора пишет. А раб это очень недешевое удовольствие. Тот человек может за такие деньги приобрести три раба, еще 10 шекелей останется. Можно еще двух первиц выкупить на эти деньги по 5 шекелей. То есть, огромные деньги. То есть, Всевышний нам не говорит, что мы это обязаны делать. Мы должны просто не грешить и не попадать в такие ситуации, что мы должны. Мы можем молиться за себя или за другого человека, но сумму эту мы должны отдать. Это минимум того, что положено нам отдавать. Есть случаи, что человек беден и там оценка коина ведет. Другая, но это специальные случаи, когда приходит коина и объясняет, что человек беден и не может выдаст такую сумму. Это все решает уже коины. Если человек дал обет, что он даст эти шекели, он не может вернуть его назад. Он обязан выполнить все, что он сказал. И наши мудрецы говорят, что если он не выполнит этот обет, то он наведет на себя проклятие. Настолько это серьезная заповедь. И приравняется она к ложной клятве. Мы знаем, что ложная клятва может привести к очень плохим последствиям. Вот так же и человек, который сказал, что он выдаст эту сумму, слово его очень важно. Давайте стараться не попадать в такие страшные ситуации, что за нас надо было молиться так, чтобы спасать нас. А стараться выполнять все, как Святой Вышний пишет, и не попадать в это. Урок был дан за поднятие души моего папы, Якова Беннахума, моего дяди, Вильяр, Бен Григория, моего брата, Павел Бен Ефим, Хая Балкова, Тьоси, Мира Бат Абрагам, Роза Бат Михаэль, Памяти Ури Бен Харитон, Бендель Бен Мендель, За здоровье, Шимон Бен Ицхак, Светлана Бат Клара, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двора Бат Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгения Бат Ита, Фира Бат Анна, Ирина Бат Ури, Аарон Ребен Ури, Это за хорошее, замазал на парносу, за сгулу, и хороший шедух Аарон Ребен Двора, Денис Бен Нахум, Авигаль Бат Сара. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.